За круглым столом и чашкой чая они вспоминают человека, который отдал жизнь за мирное небо. Каждый год в 41-ю школу приходят родные и близкие Евгения Ивановича Пичугина, его родной брат и многочисленные племянники, чтобы пообщаться и просто вспомнить его добрым словом. Когда началась война, Евгению Ивановичу было всего 19 лет. Будучи летчиком-испытателем, он охранял небо Ярославля, Калинина, Ржева. На его счету 82 боевых вылета. Последний закончился трагедией. Евгений Иванович один вылетел навстречу 12-ти вражеским самолетам. В одиночку он смог разрушить боевой строй и сбить главный самолет. Но при таране и сам Пичугин потерпел крушение. О подвиге своего родного человека родные Евгения Ивановича узнали от его сослуживца. Этот лейтенант медицинской службы, я лично вынимал его разбитую голову из самолета, из-за разбитого. И что самое интересное, он уже был ранен, когда гонялся за этим юнкерсом, мистер Шмидтом. Уже было ранение у него. Его, говорит, похоронили на берегу Волги, у деревни Мигалова. Как позже выяснилось, Пичугин сбил самолет, в котором находились важнейшие секретные документы, карты, фотографии, планы. Они помогли нашим войскам в дальнейших сражениях. А Евгению Пичугину за совершенный подвиг посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названы улицы в нашем городе и Твери, а в 41-й школе в памяти героя даже создали музей. Десять лет назад ученики и педагоги начали собирать буквально по крупицам вещи и документы Евгения Ивановича. Большую помощь нам в организации музея, конечно, оказала администрация школы. Не было бы вот этой поддержки, мы, наверное, не смогли бы открыть музей. Большую помощь нам оказали, конечно же, архивы, Подульский военно-исторический музей. Мы обращались также в архивы Владимира Суздальского музея-заповедника, которые нам предолюбезно предоставили очень хорошие копии документов, которые хранились в этих архивах. В музее представлены личные семейные фотографии Евгения Ивановича, приборы самолета, на котором совершал свои боевые вылеты герой. А на этом стенде можно познакомиться со школьной жизнью Евгения Ивановича Пичугин. Родился в Рязанской области, но учился он в нашем городе. Он был очень хорошим учеником. Аттестат, отлично за окончание школы. Также он активно участвовал в школьной жизни. Он посещал театральный кружок и участвовал во многих пьесах и постановках. Евгений Иванович не успел создать свою семью, но его брат и племянники бережно хранят о нем память. Они не раз бывали на его могиле, часто встречаются с подрастающим поколением и рассказывают о своем герое. Не просто, чтобы помнили, а чтобы пример брали с людей, которые свои жизни отдали во благо Отечества. Он каждый раз понимал, что у него остались в мирной земле его родители, две младших сестры, два младших брата, его родная улица, его родная школа. То есть он каждый раз понимал, что за ним стоит его родная земля, его родственники, его друзья. То есть он каждый раз своей грудью, мне кажется, он даже это не то, что каждый раз понимал, он просто поступить по-другому не мог. Еще одна традиция этой семьи – всем вместе 9 мая приходить на Площадь Победы. И завтра они тоже будут там. В Бессмертном полку они с гордостью принесут фотографию своего героя, в том числе по улице, которая носит имя Евгения Ивановича Пичугина.